Девушки отдыхают Девушки отдыхают Если вы находитесь в России или в Украине или в одной из стран СНГ, вы знаете бизнес-школу Алекса Яновского, вы знаете Сушимастер. Это флагман, сегодняшний флагман, так сказать, вообще сеть данный бизнес, флагман его площадки X100, но X100 не ограничивается только Сушимастером. Естественно, в данную площадку входит достаточно много малых бизнесов и, в общем-то, сегодня мы говорим о пиццериях. Я скажу, что на нашем канале достаточно часто выходит контент по Сушимастеру, внизу будут обязательно ссылки, посмотрите, можете по поиску поискать, то есть то, что происходит в самом Сушимастере, какие еще лоты открываются, какие возможности инвестиционные открываются. Да, у нас же инвестиционный канал, да, и мы, кстати, привлекаем и бизнес, в том числе и в Либерленд. Поэтому сегодня разрешите вам представить управленческую франшизу, две управленческие франшизы, которые по Украине, это Кременчук и Луцк. Давайте я включу экран и мы с вами пробежимся по данному предложению и посмотрим, что, как вы сможете, если вы инвестор или вы не инвестор. Хотя у нас смотрят все инвестора, как вы сможете на этом заработать. Давайте небольшую презентацию. Итак, мы видим здесь управленческая франшиза Луцк, Украина. Точно такая же франшиза сегодня есть в продаже по Кременчугу. Для тех, кто не знает, Кременчук – это центральная Украина, Полтавская область. Луцк – это западная Украина, находится в углу между Беларусью и Польшей. Ближе к Беларуси. То есть, в принципе, оба города одинаковые по населению. Около чуть-чуть больше от 230 до 250 тысяч. Для Европы это, в общем-то, крупные города. Поэтому в данном случае сюда же заходит управленческая франшиза именно Монопицца. Сегодня Монопицца представлена в нескольких городах. Это Киев, Одесса, Чернигов, насколько я знаю, и Черновцы. Черновцы, там тоже есть. Я, наверное, даже сейчас скажу. То есть, в нескольких городах представлена данная сеть. А, в Тернополе. Вот, в Тернополе есть, кстати, на продаже. Да, недавно зашел. Вот. И, в общем-то, все. Да, насколько. Но действующие точно есть. Потому что вот я в Одессе у нас уже покупал. Заказывал Монопиццу. Напомню, что именно Монопицца тоже входит в Холдинг и Кстор. Туда же, куда входит и Суши Мастер. Давайте пробежимся информативно по данному предложению. По управленческой франшизе. А потом я еще поясню, как это все работает. Итак, город Луцк. Количество пиццерий в Лоте у нас 2. 2 пиццерии. Точно так же, как по Кременчугу. Кременчуги у нас тоже 2 пиццерии. Ориентировочные сроки открытия в Луцке. Март 21 и август 21. По Кременчугу у нас получается... Сейчас скажу. Да. Вот. Март 21 и сентябрь даже 22. Вот. Не знаю, почему такой разбег. Но, по крайней мере, они и так написали в презентации. Я думаю, что они даже ошибку указали. Скорее всего, в 21 году тоже. Потому что смысл открывать вторую, аж через полтора года. Вторую пиццерию. Цена лота. Вот. Смотрите. Даже я вот открыл отдельно Кременчуг и Луцк. Они, в принципе, одинаковые. Но вот 4 миллиона 804 тысячи в Луцке. И 4 миллиона 800 тысяч в Кременчуге. Сейчас давайте скажу, сколько это в долларах. Так. Это у нас получается примерно где-то... 171 тысяча долларов. А минимальная инвестиция 1 миллион 200 гривен. Это по Кременчугу. И 1 миллион 201 тысяча гривен. Это по Луцку. Да, все же это 22-й год. То есть, первый этап финансирования. Вот. Полмиллиона. Да. 588 тысяч. Это по Луцку. И 625 тысяч по Кременчугу. То есть, сейчас скажу. Примерно это в долларах. Это где-то... Вот 21 тысяча. 22 тысяча. Вот. Но, видите, как бы есть... То есть, минимальная инвестиция здесь всего лишь... Всего лишь... Получается... 42 тысячи 800. Ну, 43 тысячи долларов. То есть, есть лот, а есть минимальная инвестиция. Вот этот лот могут купить всего лишь 4 места. Да, понятно. По 1 миллион 200 каждый. Вот. Но, допустим, вы можете стать одним из 4-х. 48 тысяч долларов. В принципе, не такая большая сумма для того, чтобы вы стали собственником двух пиццелей. Причем с профессиональной командой. Сейчас объясню, почему. Именно с профессиональной командой. Вот здесь указано. Максимальное количество инвесторов в 4 человека. Только физлица. Юрлица здесь не принимают. Только физические лица. И гражданство инвестора любое, кроме России. Но, здесь есть, я думаю, недалеко не секрет. Эта ситуация в России и Украине. В России то же самое. Хоть и X100. Это общее. Кстати, на самом деле, инвесторов с Россией и с Украиной достаточно много. У США уже есть и в России, и в Украине, и, в общем-то, в других странах. Но, допустим, часть, скажем так, малых бизнесов по украинскому законодательству, по российскому, допустим, Россия запрещает украинцам инвестировать в свои активы. Активы, естественно, Украина, россиянам тоже запрещает. Ну, сейчас, в принципе, много людей, которые имеют гражданство третьих стран. Вы можете по другому паспорту, если вы из России или, наоборот, Украина, да, как бы, можете по третьему паспорту. Паспорт, допустим, Невиса, да, или Гренады. Вот у нас на канале очень часто выходит информация по тому, как человек, так сказать, может получить паспорт третьей страны. Для, вот, кстати, вот для таких инвестиций. То есть, и это один из множества примеров, как, на самом деле, реально можно использовать второй паспорт. На самом деле, как бы, вы с Украины или, там, вы с России, но вы можете инвестировать, пожалуйста, в украинский бизнес, используя паспорт Невис или Гренады. Ну, это так, философия. Дальше. Доля инвесторов во владении бизнесом 100%, то есть, вы, как инвестор, полностью 100% владеете этим бизнесом. Прибыль распределяется следующим образом, кстати, очень честно и очень классно. До возврата инвестиций все деньги, которые зарабатывают данные пиццерии, данный лот, они полностью уходят инвестору. После возврата инвестиций начинается 50-50. 50 инвесторов, 50 управляющих компаний. Прибыль, которая, получается, от операционной прибыли первой точки, будет направляться на погашение текущих затрат и на столице второй точки. Да, то есть, как бы пока строится вторая точка, но, кстати, в данном случае я считаю, что даже Луцк выгоднее, чем Кременчук, потому что Кременчуга почему-то не пишет 22-й год, но это надо с ним и уточнить. Если вам интересно, напишите в комментариях или не напишите мне, мы этот вопрос обсудим. Потому что, с точки зрения бизнеса, в данном случае выгоднее, конечно, запустить сразу две точки в Луцке в текущем 2021 году, чем ждать Кременчугский лот, когда он запустит первая точка в 21-й, он в 21-м, вторая в 22-м. Тоже не очень верно, но и вот прибыль, допустим, с момента запуска обеих точек, ну и прибыль, естественно, как только выходит ООО на положительную динамику. То есть, если рестораны минусуют, естественно, прибыли нет пока, да, это как бы операционный убыток идет. Ну, я думаю, для тех, кто знает, те разбираются, те поймут. Далее. Ожидаемый срок выхода на безубыточную деятельность 12 месяцев. В принципе, 12 месяцев это норм, это нормальный срок, но, как показывает практика, даже это меньше происходит. Сейчас покажу человека, который имеет опыт в этом. Прогнозируемый срок возврата инвестиций 53 месяца, это там чуть больше 4-х лет получается. Рентабельность на период возврата инвестиций 22,6%, а после возврата 34,3% годовых. Опять же, данные справочные, потому что все рестораны, как бы разные точки, ведут себя по-разному. Да, но тем не менее, управленцы очень профессиональные, и управляющая команда реально. Можно позавидовать. Вот, кстати, показатель софта. Бизнес как на ладони. Вы можете находиться в любой стране и отслеживать продажи в реальном времени, продажи пиццы. Все операционные показатели, все отчеты P&L, это profit and loss, прибыль и убыток. И даже можете просматривать онлайн-камеры, как происходят продажи, что происходит на ваших точках в данный момент. Ну и вот госпожа Островская, госпожа Анна, генеральный директор по Украине и Европе. Вот, как раз этот человек, ее команду курирует в запуск в этих двух городах, в этих четырех пиццерий. На самом деле, как бы, вот, в сушимастике она работает с 2016 года, это один из топ-менеджеров, который стоит у истоков вообще всей модели X100. Вот она была генеральным директором в Украине, отвечала за две торговые точки в Киеве, и которая вывела на 5-процентную прибыль за 18 месяцев. За 18 месяцев. То есть, уже точки были плюс. В 2019 году она стала генеральным директором Украины и Европы, и отвечает за родителей 77 ресторанов, 55 из которых вышли на полную прибыль за 15 месяцев. Ну и с 2020 года она является параллельно масштабирует и сушимастер, и монопицца Украина. В общем-то, вот такая вот интересная у человека, это человек, за плечами которого огромная работа в Макдональдсе, в организации Макдональдс, в сети Макдональдс в Украине, поэтому этот человек знает, что он делает. Да, и это действительно очень опытный менеджер и очень дорогой менеджер. Поэтому ваш ресторан будет управляться под управлением этого человека, который развивал Макдональдс. А сейчас развивает сушимастер параллельно монопицца. Это одна, повторюсь, это одна и та же система, что сушимастер, что монопицца, которая уходит в Marketplace X100. И, в общем-то, все подробности можно узнать на сайте X100. Или же у нас в Второй промышленной палате Украина Ливерленд. Обязательно пишите, я оставлю все контакты. Пишите на почту, мы с вами выйдем на связь и уже обсудим, если это интересно, можете стать владельцами данных лотов. Вообще, я хочу сказать, что лотов достаточно много. Не только по монопицце, но и по сушимастеру. Не только по России, но и по... Не только по Украине, но и по России, и по Польше, и по Латвии. Да, а также доходные опционы, да. А также управленческие франшизы нескольких новых компаний. Вот если Житомир, Украина, управляющая франшиза уже продана. Скажем, так, что еще у нас там было? Тернополь, Украина тоже продана. Да, вот, допустим, есть, опять же, по России, Саратов, управленческая франшиза по стилфлекс, по фитнес-клубам. В Украине свои фитнес-клубы, мы тоже выдавали информацию о данных фитнес-клубах на нашем канале. Это фитнес-клубы Дубилета, да. Тоже Дмитрий Дубилета, создатель одного из соучредителей монобанков, да, украинского банка в кармане. В общем, достаточно много тоже лотов появляется. Достаточно много информации, предложений инвестиционных, не только по сушимастеру, по монопицце, но и быстро разкупают. Потому что инвесторов много. И сейчас, в ближайшее время, есть такой инсайт, что будут заходить еще там ряд компаний, да, пока она не разглашается, эти компании, но они будут заходить в X100. И, я думаю, на нашем канале вы тоже увидите скоро информацию о данных предложениях. В принципе, я еще расскажу свою точку зрения, что мы работаем для того, чтобы создавать экономику Либерленда, экономику самого себя, то есть свою собственную экономику. Да, так как у нас представительство Либерленда, у нас посольство Либерленда, у нас торгово-помощная палата, естественно, мы привлекаем таким образом инвестиции и в Либерленд. Если вдруг вы захотите открывать франшизу в Сербии, вдруг так получилось, в Сербии фактически это площадка для старта Либерленда, то тоже добро пожаловать, дам информацию, я вас веду даже с самим президентом Либерленда Витомедличкой и его командой коммерческой. И, в общем-то, можно, так сказать, продумывать разные комбинации. Но, опять же, вернемся к тому, что имеем на сегодня. Хотите инвестировать, пожалуйста, покупайте управленческую франшизу, покупайте отдельные лоты, покупайте отдельные доли от прибыли или доходные опционы абсолютно разные под разные суммы. Это краудфандинг, никто нигде не отменял. Будете иметь долю от работы ресторанов одного или нескольких десятков. В разных городах можете купить Россию, можете Украину, как угодно. Можете купить вообще как бы и Западную Европу, и Польшу, и Латвию. То есть много стран будет продаваться. Еще раз напоминаю, что буду рад вас видеть, если вы, так сказать, обратитесь к нам, мы вам поможем. Ну и лично от нашей палаты, если вы будете, в зависимости от ваших инвестиций, вы будете получать от Либерленда тоже презенты. Или же от нашей торгово-помощной палаты сертификаты на мэриты, или же даже либерлендское гражданство. Что, естественно, тоже престижно. Спасибо за внимание, что уделили время. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте колокольчики, и мы будем давать дальнейшую информацию о том, как развиваются сети наших партнеров. Ну, а пока до связи. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok